На эту сцену я приглашаю директора по развитию компании Global Intellect Service Айрата Измайлова! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Классное предпринимательское сообщество. Для меня огромная честь выступать перед вами. Похлопайте себе. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что мы вместе. Как сказали, меня зовут Айрат, я директор по развитию UDS. И в своей теме я бы хотел раскрыть вопрос пути развития компании. Те, которые мы используем и будем использовать. Хорошо? Тогда поехали. Напомним, UDS бизнес — это уже не просто продукт. Это определенная культура работы с предпринимателями. Мы делаем целый комплекс. То есть мы занимаемся и, понятно, внедряем функционал, диджитал инструменты и сопровождение предоставляем. Рассказываем сразу, как с этим работать для того, чтобы достигать результата. Наша миссия — помогать предпринимателям увеличивать прибыль. И, как уже сказал мой коллега, мы и открываем возможности рекламы для того, чтобы быстрее привлекать новых клиентов. Если посмотреть немного с другой стороны, что такое UDS. UDS — это продукт, функционал и сразу готовые сценарии его использования. То есть иметь просто кнопки, приложения, CRM-системы, валет-карты — это всего лишь 20% успеха в увеличении прибыли, в увеличении дохода. Остальная часть успеха — это правильное использование этих инструментов. Потому что иметь инструмент и правильно его использовать — вот это и получается комплексная работа. Тогда и достигается только этот результат. И на сегодняшний день у нас есть уже большая экспертность в этих категориях бизнеса. Мы с ними работаем более 8 лет. Это наша основная такая целевая, как говорится, аудитория наших клиентов, предпринимателей. Это бьюти-индустрии, салоны красоты, спа-центры, хорика, рестораны, бары, кафе, автоиндустрии, автомойки, СТО, запчасти, медицины, клиники и стоматологии. И мы на этом не останавливаемся. То есть понятно, за 8 лет у нас такой уже большой багаж опыта, и мы уже знаем, как там достигать результата. То есть результат, можно сказать, почти гарантирован. То есть когда мы внедряем в эти сферы бизнеса. Там множество кейсов и множество уже понятных примеров работы. Мы занимаемся постоянным исследованием. Мы понимаем, что маркетинг, он меняется, он развивается. Поэтому мы всегда, если находим какие-то новые способы работы с клиентами, вы видите, это все отражается в обновлениях нашего продукта. Но в том числе в 2022 году мы заметили, что мы можем помогать и в другие сферы бизнеса. То есть мы задаемся этим вопросом, где мы еще можем быть полезны, как компания UDS. И в 2022 году получился отличный такой момент, что мы нашли для себя новые ниши. Для нас новой нишей стали торговые центры. Новой нишей для нас стали мойки самообслуживания, именно роботизированные мойки. И в том числе вендинговые аппараты, кофемашины. Но каждый мы сейчас будем разбирать по отдельности. Хорошо? В каждой из них мы посмотрим, как UDS там работает. Для нас это новые ниши. Начнем с торговых центров. Я прихожу в торговый центр. У нас уже есть подключенные торговые центры. Я прихожу в торговый центр, захожу в любой магазин. Могу зайти в пятерочку, магнит. Там может быть не существовать UDS в данной точке. Это не имеет принципиального значения. Там на конкретных арендаторов никакие технические настройки делать не нужно. Я прихожу, совершаю покупку. Все как обычно. В результате у меня есть чек. И в этом чеке есть QR-код. Вы можете, не знаю, из кармана достать чек, если он у вас есть. И вы можете заметить, что на каждом чеке сегодня есть QR-код. Ну, такой закон, так называть там FZ54, OFD, онлайн-кассы и так далее. Я беру приложение UDS и сканирую этот QR-код. И система автоматически определяет, что данная покупка была совершена именно в этом торговом центре. То есть, спасибо. Спасибо большое. То есть, если вы понимаете, например, там магазинов пятерочка или магнит. Их же много по городу. Но у нас система определяет, что именно тот самый магнит или та самая пятерочка, именно тот магазин, который находится в торговом центре. Мне начисляются бонусы. И эти бонусы я могу тратить на то, что сам решит торговый центр, администрация торгового центра. Например, мы видели примеры такие, что бонусы можно тратить на фудкорт. То есть, бонусы до 10% или до 20% я могу потратить на фудкорт. С фудкортом на эту тему очень легко договориться, потому что им нужны клиенты, всем нужны клиенты. Поэтому администрация торгового центра может подойти к фудкорту и говорят, а хотите, чтобы с первого этажа люди поднимались до вас? И понятно, что вероятнее всего будет утвердительный ответ. И тем самым я могу бонусы тратить, например, на фудкорт. Я могу бонусы тратить на билеты на конкурс. Потому что торговые центры часто делают розыгрыши какой-то техники, может быть, даже автомобилей. И я могу, накопив бонусы, потратить баллы на конкурсный билет. Тем самым стимулировать покупателей внутри торгового центра совершать чаще покупки и совершать больше покупок. И на текущий момент в такой механике у нас уже работает 4 торговых центра. И переговоры идут постоянно. Эта тема интересна торговым центрам. Вы можете сосканировать QR-код, посмотреть, как это выглядит. Если не успели сосканировать, ничего страшного. Все наши выступления, они будут в записи. И вы сможете в дальнейшем более подробно это посмотреть. Что получает торговый центр? Зачем это все нужно? Самый главный вопрос, можно сказать. Самая главная сегодня активность. В том числе и торгового центра — это аудитория. Это посетители, клиенты. И торговые центры сегодня задумываются над этим. Потому что между торговыми центрами даже есть определенная конкуренция. И сегодня торговые центры задумываются, как сделать так, чтобы сохранить свою аудиторию и наращивать свою аудиторию. Потому что от этого также зависит стабильный доход торгового центра. Потому что если аудитории не будет, вы догадываетесь, у предпринимателей не будет клиентов, у предпринимателей не будет клиентов, нечем будет аренду платить. То есть схема линейная и она понятная. И торговый центр сегодня понимает, что самый главный актив — это аудитория, и этот актив надо оцифровать, надо понимать, кто ко мне ходит, надо понимать качество обслуживания. То, что торговый центр, когда я посещаю, я всегда оставляю оценки за обслуживание, торговый центр следит теперь и за сервисом своим. Обменивается обратной связью, отправляет пуш-уведомления и работает со всем функционалом UDS, который позволяет выполнять задачи по удержанию аудитории и, соответственно, наращиванию аудитории. К тому же это становится неким УТП торгового центра, то есть уникальным предложением для арендаторов. Потому что приходят арендаторы, и они спрашивают, почему я должен площади, вот эти квадратные метры, арендовать у тебя? Потому что, в принципе, выбор большой. Я могу арендовать в одном торговом центре, могу в городе где-то арендовать и так далее. И сегодня торговые центры должны ответить на этот вопрос. И в нашем случае они отвечают, смотри, у меня оцифрованная клиентская база, я тебе говорю не примерно, а вот конкретно там 200 тысяч человек в базе. Ты можешь посмотреть ее аудиторию, можешь посмотреть какой возраст, пол и так далее. Полная сегментация. И к тому же, если ты арендуешь точку именно у нас, я могу отправить по всей аудитории пуш-уведомления, и они сразу узнают о тебе, и они сразу придут к тебе, и у тебя уже сразу гарантированно есть клиентская база. И я думаю, что это лучше звучит, чем просто квадратные метры. Спасибо. Важный момент. Я бы хотел на этом акцентировать внимание. Эта механика, она такая очень гибкая, и она может работать в принципе везде. То есть я сканировать должен чек, и соответственно я по чеку уже понимаю, где совершена покупка. И вы можете заметить, что такое торговый центр. Торговый центр — это определенное пространство, где размещены бизнесы. И вот эту механику, если с такой логикой подходить, она работает в том числе, например, в горнолыжных курортах, ее можно внедрять. То есть здесь все не останавливается торговыми центрами. Мы сегодня ведем переговоры с горнолыжными курортами. Потому что горнолыжный курорт что такое? Это пространство, где находятся бизнесы. Аренда лыж, кафе и так далее. То есть это и там внедряется. Это могут быть парки. Это какие-то могут быть другие пространства, и там тоже будет работать эта механика. Идем дальше. Теперь вторая тема. Мойки самообслуживания. Это такая история, вот так примерно это выглядит. Я недавно этим пользовался, записывал ролик, как там работает UDS. Он был выложен на наших официальных каналах. Это такая история, где я подхожу к консоли, выбираю услугу. То есть это работает без человека. Я выбираю консоль, и, соответственно, в дальнейшем открываются ворота, и я заезжаю мыть там свой автомобиль. Кто пользовался таким? Да, хоть раз. Вот у меня недавно был первый опыт такого самообслуживания. Как там работает UDS? Это тоже определенный, ну для нас это уникальный случай, потому что в таком бизнесе еще не было. Я приезжаю на мойку. Там есть этот планшет некий. Я подхожу к планшету, выбираю услугу, ввожу код из UDS, могу номер телефона ввести, или код валят карты. Ввожу, выбираю, выбрал услугу, списываю бонусы и, соответственно, оплачиваю в дальнейшем картой. Ворота открываются, я заезжаю и мыть автомобиль. Важный момент, я бы хотел здесь усилить важность этой темы. Вы понимаете, наверное, что в этой сфере бизнеса никогда не существовало такого маркетинга. Потому что это все работает без человека. Это новый такой некий, ну пусть будет level up в таком бизнесе. Потому что теперь в таком виде бизнеса есть программа лояльности, есть оцифровка клиентской базы, есть пуш-уведомления, есть там поздравления с днем рождения и вообще весь функционал UDS, который существует. Раньше в таком виде бизнеса такого не было. И я думаю, вы не встречали. Теперь это становится, ну таким, становится уровнем нормы. Нас это очень зажигает, что действительно мы меняем бизнес. По факту мы меняем бизнес, то есть совершенно другой уровень обслуживания. Как вы заметили, тут написано сценарий 1. Ну значит должен быть сценарий 2, да? Ну или 3, да, сразу удивить вас. Нет, есть сценарий 2. Когда мы внедряли в эту точку, мы задумались над тем, а как можно было бы, пришла такая мысль, а как можно было бы улучшить этот процесс. И я даже за собой заметил, что не хочется из машины выходить. Ну типа не хочется там выходить, тем более я живу в Казани, а там иногда холодно бывает, да? Краснодарцы не поймут здесь, которые сидят, но вообще так в городах холодно иногда бывает. И можно улучшить. И это можно сделать с помощью UDS. Приложение дает огромное количество функционала. И я могу, не выходя из автомобиля, выбрать услугу, оплатить ее, потратить бонусы. И у меня передо мной, не выходя из автомобиля, я все управляю телефоном. Не выходя из автомобиля, откроются ворота, и я туда заеду. Еще раз напоминаю, это уникальное предложение. То есть в этой теме мы первые. Можно спокойно идти в эти компании для партнеров, что предлагают такое качество сервиса. Идем дальше. Кто-нибудь как минимум один раз пользовался вот этим, да? Ну то есть приходим, выбираем кофе, и соответственно в дальнейшем пьем кофе, оплачиваем сразу карты. Тоже все происходит без человека. Механика похожая. Я подхожу к аппарату кофейни. Пока мы еще этот кейс, важный момент, мы еще его не реализовали. Нам сказали, что дадут документацию по интеграции до 17 февраля. То есть надеясь, что мы скоро это доделаем, и это будет уже конкретно работать. Мы вам покажем кейс и так далее. Пока мы там все готовим с точки зрения технической возможности. Я подхожу к аппарату, сканирую QR-код, на нем будет написано. А сканируй QR-код, ты там, кофе будет тебе выгодней. Например. Я сканирую QR-код с аппарата, у меня открывается прайс. Неважно, скачано приложение, не скачано приложение. Это не принципиально. Открывается прайс, там веб-версия, если не скачано, если скачано приложение, откроется. Я выбираю кофе, оплачиваю картой кофе, списываю бонусы, коплю бонусы, там выбор такой. И, соответственно, в дальнейшем мне проходят транзакции, и я накапливаю там кэшбэк или потратил бонусы. И теперь я в этих аппаратах попал в клиентскую базу. Еще раз замечу, что вы тоже уже поймете по предыдущему примеры, такого маркетинга с кофейнями самообслуживания никогда не было. То есть теперь у них есть клиентская база. И теперь они могут влиять на то, что типа раньше как этот бизнес строился. Я вот разместился, если место хорошее, клиенты придут. Но клиенты могут мимо проходить и так далее. Куча разных тем. И теперь можно влиять на то, чтобы они пили кофе только в этом аппарате. К тому же мы сразу рассматриваем, что можно сделать так, в принципе, если мы интегрируемся с аппаратом, что я прохожу мимо такого аппарата, и мне приходит пуш-уведомление, геопуш, что не забудь выпить чашечку кофе там, не забудь взбодриться. Да. Я надеюсь, что скоро у нас это появится. Мы уже, в принципе, технически нам, разработчики этих аппаратов, сказали, что такое возможно. Но мы работаем не только над расширением категории бизнеса, с которым мы можем работать. У нас есть и другие пути развития компании. Первое — это наши форумы. Мы проводим за это огромную благодарность нашим партнерам. У нас проходят один-два раза в неделю, каждую неделю форумы. Похлопайте, пожалуйста, нашим партнерам, потому что эти форумы, они немного другие. Я посещаю много форумов, и я вижу отличительную черту, извините, в этих форумах, что мы говорим о практичном маркетинге. Что такое практичный маркетинг? Это когда мы говорим не просто так, что типа мотивировать там гостей, клиентов, или там просто говорим, вот там внедряй CRM-систему, и будет все хорошо. Нет, мы говорим конкретно, какие инструменты ты должен выбрать, как их использовать и какому результату они приводят в деньгах. То есть обычно на этих форумах мы показываем конкретные сценарии. Пути один, два, три, четыре. То есть просто как будто предпринимателям надо взять вот эти пункты и их у себя внедрить. И получится тот результат, который говорит сейчас там со сцены. Это очень важный момент. Поэтому если вы еще не были на таких форумах, я рекомендую их посетить. Они проходят часто, каждую неделю в разных городах. Поэтому если в вашем городе вы видите такую новость, обязательно на нее среагируйте и придите на этот форум. Еще раз партнерам вам огромная благодарность за это, что вы образовываете предпринимателей. Мы выступаем на сторонних форумах. У нас уже огромный опыт, и нас уже принимает общество. Ну, весь предпринимательское общество в общем смысле. И они хотят слышать, как мы это делаем. Хотят, чтобы мы поделились своим опытом. И часто наши выступления, они становятся топ-один вообще на форумах по обратной связи среди гостей форума. Они говорят, блин, это самое крутое было мероприятие, и мы эти отзывы прямо видели. Потому что мы говорим опять-таки о практичном маркетинге. Это то, что понятно и приносит прибыль. И выступаем все больше и больше этих форумов. Мы делаем круглые столы. У нас множество других форматов. Мы этим гордимся, что у нас есть такая тесная связь с предпринимателем, что мы можем с ними работать. Можем работать вместе штурмить, вместе собираться, обмениваться опытом, находить кросс-маркетинг цепочки, делиться опытом, я уже повторил. О том, что это очень важно, чтобы предприниматели вместе друг другу помогали в развитии. У нас есть бизнес-завтраки и ланчи. Мы пишем различные статьи. То есть, в принципе, все форматы, которые существуют по донесению информации, экспертной информации, мы используем. Видео-контент. Это самая любимая тема. Мы будем увеличивать видео-контент. У нас будет еще новый канал в YouTube. Скоро об этом будем рассказывать. Подписывайтесь на Telegram, на YouTube, для того, чтобы всегда видеть новую информацию. Вебинары, естественно, мы их тоже проводим довольно часто. Новый для нас молодой формат — это подкасты. И первый такой подкаст, это вы видели, он про партнеров. Он именно про партнерскую программу, где партнеры делятся опытом, как делают этот бизнес, как работают с предпринимателями. Этот подкаст называется, вы его знаете, «Партнерские сети». Но будет еще один подкаст. Он с классным, я считаю, названием, таким продающим названием. Мы запускаем серию подкастов, называется «Бизнес – это про деньги». Этот подкаст, он чисто о маркетинге. Он чисто о предпринимательстве, где мы будем и сами делиться опытом, и приглашать экспертов, нишевых, может быть, экспертов, в сфере бьюти, в сфере хорика, и чтобы они тоже делились. То есть это такой подкаст с концентрированной полезностью для предпринимателей. И чтобы было не просто на словах, есть первые выпуски, вы можете сканировать QR-код на Яндексе, на Яндекс.Музыке, на Apple.Музыке. Все это доступно. То есть вы уже можете сегодня посмотреть, послушать первые выпуски этого подкаста. Если кто не успел, в наших телеграм-каналах мы еще разместим ссылку, для того чтобы вы могли послушать уже первые выпуски. Мы постараемся делать периодично, ну будем делать это периодично, на постоянной основе делиться опытом для предпринимателей полезностью. Как вы заметили, UDS, я еще раз повторюсь, это сегодня не просто продукт. Это целая экосистема для предпринимателей. Предприниматели, как бы подключаясь к этой экосистеме, они в дальнейшем не просто получают диджитал инструменты, не просто получают CRM, кнопки, мобильные приложения, они получают образование, компетенции, сообщество, что очень важно, общение с другими предпринимателями. Поэтому UDS это не просто продукт. UDS это экосистема. Но есть в этой экосистеме у нас появляется еще один пункт. Это новый для нас пункт. Такое, знаете, событие. Я бы хотел, чтобы вы здесь обратили свое внимание. Мы делаем большое событие для всех маркетологов, предпринимателей и для наших клиентов, чтобы они были еще эффективнее в своем бизнесе. И это событие мы назвали Ucamp. Твой кэмп. То есть это лагерь, это бизнес-лагерь. Он будет в Сочи. Он будет в апреле. Вы могли заметить, там нарисована ракета. И это не просто так. Это символично. 11-12 апреля, там день космонавтики. Да, я думаю, так получилось. Прямо сами звезды сошлись. Мы действительно не подгадывали эти даты, но нам просто и площадка дала эти даты. И мы думаем, блин, это судьба. Это судьба, что мы должны проводить это мероприятие. Это история про маркетинг. Там будет много полезностей. Это история про сообщество. И это история про образование, то есть повышение компетенции. Поэтому тот, кто хочет быть эффективнее, тот, кто хочет еще больше увеличивать прибыль, я думаю, что вы там должны быть. И именно быть в режиме офлайн. То есть прилететь в Сочи. К тому же классно. Классно. В Сочи классно? Кто тут из Сочи, да, может подсказать? Если кому-то немножко надоест зима, в апреле можно первыми получить лето. Просто прилететь в Сочи, я думаю, там будет вообще прекрасная погода. У нас будут классные спикеры. Некоторые спикеров здесь находятся в зале, ну, помимо нас, находятся в зале. Спасибо, что они посетили. Можно с ними уже так познакомиться, обсудить более детально план выступлений. Ну, в принципе, все там уже готово. Там есть именитые спикеры. Например, вы можете заметить какие-то известные имена. Там Илья Балахнин, это Александр Белгороков. Потому что мы прямо собрали эффективных спикеров в теме именно практичного маркетинга, именно в диджитал инструментах. Поэтому там будет множество всего. Там будет и такая полезная часть, о которой она самая главная. И в том числе будет развлекательная часть. Понятно, Сочи имеет большое количество возможностей для досуга. Можем с вами съездить. Еще будет доступен горнолыжный сезон. Можно с вами покататься, в море погулять. Там, может быть, кто-то даже искупается с вами квадроцикла. Ну, вы знаете, да? Если тем более кто-то в Сочи не был, тем более нужно быть. И билеты уже доступны. И сегодня для вас хотелось сделать что-то уникальное. Потому что вы приехали сюда. Вы выделили свое время. И хотелось бы вас как-то отблагодарить. Поэтому для вас промо-цена. Она будет держаться до 16 февраля. Вы можете билет. Первый, важный момент. Купить с сайта. А второе, для партнеров. Партнеры для вас в течение дня будут выставлены, отправлены сразу счета для удобства. И вы можете для себя сразу там выбрать билет. А для гостей, кто еще не партнер или не партнер, вы можете к сайту сосканировать QR-код и, соответственно, приобрести билет. Купить билет с помощью оплаты карты. Хорошо? Все, сосканировали? Успели? Эта цена держится до 16 февраля. Она с дисконтом 20%. Я завершаю и хотел бы в конце сказать, что мы хотим не просто продвигать UDS, не просто продвигать продукт и нашу компанию. В нашей миссии есть такая тема, что мы хотим влиять и вносить вклад в мир предпринимательства и маркетинга в общем смысле этого слова. Если мы вспомним вместе, то мы начинали с программы лояльности. И даже в этой теме мы поменяли позиционирование. Мы начали говорить, что программа лояльности это не просто история про бонусы и скидки. Программа лояльности это отношения с клиентом. То, что важная самая часть программы лояльности, не бонусы опять-таки, это история про обратную связь. То есть программа лояльности должна собирать обратную связь. Она должна понимать, нравится клиенту или не нравится клиенту. И здесь мы меняем позиционирование. Если сегодня уже UDS это не просто программа лояльности. Сегодня это целый комплекс диджитал инструментов. Потому что мы хотим в малый и средний бизнес давать такие инструменты, которые раньше были доступны только крупным игрокам, только крупным компаниям. Потому что у них были большие бюджеты, у них были много разработчиков, которые могли себе такое сделать. А мы хотим делать такие же актуальные инструменты, такой же классный маркетинг просто для малого бизнеса, чтобы они были наравне, такие же конкурентоспособными по сравнению с крупными игроками. Поэтому UDS это не просто продукт. UDS это вклад в мир маркетинга и предпринимательства. Так давайте этот вклад делать вместе. И давайте его делать больше. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...